Евангельская миссия Лорда Редстока Полное его имя, очень длинное, не обязательно его запоминать, потому что во всех источниках он просто Редсток Простые петербургские жители тоже много о нем слышали и называли его в русифицированной форме Лорд Кресток Они не улавливали точно его имя, присвоили ему такое прозвище Кресток Проповедник Кресток Что вырос он в религиозной семье Особенно по линии матери Предки его были очень благочестивые, набожные, религиозные Они практиковали такое активное, практическое христианство, занимались благотворительностью А сам в молодости Редсток был равнодушным к религиозным вопросам Ну иногда просто формально отдавал дань традиции, как говорится Ради уважения к своим родственникам Но в семье Редстока были очень строгие правила установлены Вообще-то семейство было такое аристократическое, где много было прислуги Садоводы там, дворники, дворецкие, управляющие Но в семье было принято строго соблюдать воскресный день Значит, день, день должен быть полностью Богу посвящен День покоя А потому и в этот день не разрешалось выполнять никакой посторонней работы Значит, вся семья, включая прислугу Должна была присутствовать на трех богослужениях воскресных В три богослужения На богослужения нужно было ходить только пешком Лошади должны отдыхать в это время Тоже день покоя на всех распространялся Экипаж нельзя было закладывать Пешком все ходили В промежутках между тремя богослужениями Не разрешалось ничем заниматься Какими-то бытовыми там посторонними делами Можно было только предаваться духовным упражнениям Духовным занятиям Молитва, чтение писания, песнопение духовное Или же посещать больных Только вот такие дела Ничем остальным не разрешалось заниматься Рец только очень трудно было выдерживать Вот такой режим Суровый, жесткий В своем роде Он этим тяготился Но вынужден был придерживаться Он учился в Оксфордском университете Не полный курс, закончила только часть Затем поступил на военную службу Будучи офицером, попал в Крым В то время была крымская компания В России воевал с Англией В 50-е годы XIX века Оказавшись в Крыму Зоны боевых действий уже не было В это время Война так сворачивалась постепенно Затихало все Но Рец так заболел там очень сильно Тропической лихорадкой Какой-то вот формы тропической лихорадки И вот тут как раз мысли стали приходить ему в голову Мысли, связанные с Богом, с душой С загробной жизнью Если жизнь моя преградится где Душа моя окажется Буду ли я с Богом или нет А во время болезни за ним ухаживала Английская медсестра Это известная личность в медицинских кругах Звали ее Флоренс Найтин Гейль Между прочим, даже вот в медицинских наших колледжах Институтах русских Когда проходит история медицины Говорят об этой медсестре Что она миссионерка Была Широкого профиля Хотите полностью записать? Такое вот длинное имя Найтин Гейль Чем она прославилась? Ну, таким вот подвижничеством На медицинском поприще Она была во многих районах боевых действий Раненых вынесла очень много с поля боя Выходила многих И, главное, она была христианка Она не только медицинской практикой занималась, но могла проповедовать Могла свидетельствовать о Христе И вот там, в Крыму, в Турецток, больной, Найтин Гейль Оказались вот в таком взаимодействии Что она его лечила и проповедовала После вот таких бесед и размышлений В Турецток покаялся Сознательно полностью обратился к Богу В Крыму Когда вернулся на родину, в Англию Он решил кардинально изменить образ жизни Свой Бросил Аристократические всякие забавы Стал проповедовать, как мы сейчас говорим, в малых группах У него дар такой обнаружился Он не был проповедником-оратором, трибуном Не был проповедником-стадионным А проповедником-камерным больше Малой группой, беседы Размышления совместные У себя в Англии В других сопредельных странах Он открывает вот такие небольшие собрания библейские Вместе с женой они приняли решение Распродать часть имущества дорогого Фарфор там, мебель дорогую И на вырученные средства Редсток строит Дом для бездомных Дом для бездомных В Лондоне Детский приют Где детей обучают ремеслам разным Жена во всем была с ним солидарна Что, в общем-то, редко случается Наверное, такое вот полное согласие Она не воспротивилась Другом семьи Редстоков был известный Миссионер африканский Имя его, вы, наверное, слышали Давид Ливингстол После вот некоторых своих перерывов Перерывов между поездками по Африке Он приезжал в Лондон Он был у Редстоков И похвально отзывался Об этой супружеской паре Что они нашли друг друга И по уму, и по разуму, и по сердцу Сюзанна Редсток Столь же добра, сколь и красива Вот такая гармония у них была Во всех отношениях Тогда же Бог положил на сердце Редстоку Молиться о России О том, чтобы Бог Открыл путь Редстоку для проповеди Евангелия в России Эта молитва продолжалась аж 10 лет В течение 10 лет Неотступно, непрерывно Редсток Обращается к Богу с такой просьбой Через 10 лет пришел ответ От Бога В неожиданной такой форме В лице двух петербургских дам Великосветских Вот эти две дамы Познакомились с Редстоком В Париже Вот та, которая с мальчиком Это Чердкова Елизавета Чердкова Сын Миша А это ее подруга А это ее подруга Княгиня Наталья Ливин Наталья Ливин Справа у нас Слева Чердкова Она урожденная графиня Чернышова-Крубликова А по мужу Чердкова У мужа не было дворянского титула Но он занимал очень высокое положение В царском дворе В министерствах работал Он был такой государственный деятель По линии военного министерства Генерал Генерал Чердков Некоторых источников Генеральша Чердкова Урожденная графиня Чернышова-Крубликова А это Княгиня Наталья Ливин О, Чердковы Случилось горе Связанное вот с этим мальчиком С Мишлей Потому что он умер В девятилетнем возрасте От скоротечной формы чахотки Тогда это была Распространенная болезнь Мальчик этот был Таким существом Необычным В качестве гувернера У него был верующий человек Гувернер Учитель И он много говорил ему О Христе О Евангелии Ну, мать была так формально Религиозна И он постоянно Донимал мать Очень серьезными вопросами Мама, вот когда я умру Ты умрешь Мы с тобой там встретимся Встретимся мы там с тобой И мать не знала, что ответить На данное Вопрошение Еще более серьезные вопросы Мысли он высказывал Он тоже чувствовал, что болезнь его тяжкая Он иногда говорил Так Мама, я же знаю, что вот многие люди В детстве были верующими А потом перестали Верующими А я вот сейчас очень сильно верю В Христа Я чувствую себя счастливым Я молюсь Ему И днем, и ночью И вечером Чувствую, что Христос Со мною Что Иисус меня Любит Но я слышал о том Что многие взрослые люди И потом теряли Ту веру, которую они имели В детстве Вот примерно такие рассуждения были У ребенка И когда он Покинул мир Сей в таком раннем возрасте Мать не находила себе покоя Она искала тишение Она приходила к православным священникам К католическим священникам Странствовала А в Европе Вообще как-то вместе Вот со своей подругой С Натальей Ливин Они оказались в Париже У своих знакомых Аристократов А те и не сказали Что вот мы сейчас Устраиваем собрание Духовное Библейское Проповедовать будет Лорд английский Не хотели бы И вы Остаться Послушать Петербургские дамы Запротестовали Нет, мы не останемся У нас другая вера Мы православные У нас есть священники А какой стать мы будем слушать Светского человека Светского проповедника Мы не останемся Но в этот день Случилось так Что Редсток Прибыл На эту квартиру Раньше Условленного Срока Он Любил обычно Ходить пешком А в это время Что-то у него С ногой случилось И он нанял Экипаж И приехал Раньше Значит И получилось так Что вот в прихожей Они столкнулись Нос Ну неудобно вроде бы Уходить Коля Гость Пришел И они тоже В гости Ради приличия Они решили остаться Стало собираться народ Аристократы Салон такой Редсток начал беседу Изъяснение Евангелия Эти аристократки Стали прислушиваться Более внимательно Стали задавать вопросы А потом Черкова подошла К Редстоку И сказала Лор То что вы говорили Здесь Вы должны Обязательно Сказать у нас В Петербурге Приезжайте в Россию К нам Мы вам Приглашение Вышли Мы обязательно Должны Подобные Собрания Беседы Провести И у нас В Петербурге Ну и через Некоторое время По приглашению Черковой И Ливина Лорд Редсток Прибыл В Петербург Это был 1874 год 1874 год Время поста Примерно Такое же Весеннее время Как сейчас Черкова Предоставил ему Залы Своего дома Для собраний Публика Очень быстро Собралась Аристократическая Высшая Знать Языковых Барьеров Не было Предсток Мог Говорить По-английски Его понимали Потому что Дворяне С детства Языком Обучали Своих детей Мог Говорить По-французски Его тоже Понимали Приглашаем Вас Принять Участие В глобальном Проекте По распространению Евангелия И расширению Библейского Образования От нас Зависит Будет ли Христианское Образование Доступно Поддержите Наш проект Молитвой И финансами О чем Молиться И как Пожертвовать Вы можете Узнать На сайте www.tvseminary.com На первых порах На проповеди Рецтека Вроде бы Никто Со стороны Духовенства Властей Не обращал Внимания Ну Мол Это вот Там Аристократы У них там Свои салоны Свои кружки Пусть они Там этим Занимаются Но потом Эти собрания Стали становиться Все больше И больше И тут На Рецтека Попрошился Вал Резкой Критики В газетах Стали писать Против него Ругательные статьи Зачем он приехал К нам В Россию У нас же Христианство Имеет уже Такую Длинную Давнюю Историю Ехал бы он В Африку К папуасам Которые Совсем ничего Не знают О христианстве А он К нам В Россию Приехал Не место ему Здесь Масло В огонь Подлило Письмо Рецтека На Запад Западным Христианам Это было Открыто Письмо Открыто Обращение Где Он Свидетельствовал О своем Служении В России Вот такими Словами Примерно В наших В наших Руках Всего Только Пять Хлебов И две Рыбки Но мы Верим Что с помощью Божией Со временем Не только Вот наша Малая Группа Не только Наши Малые Стадо Но и Весь Восьмидесятмиллионно Русский Народ Вместе С государем Императором Запоет Новую Песнь Во славу Непорочного Агнца Иисуса Какие вот Оптимистические Мысли Высказал Редсток У нас Малых Средств Малых Сил Мы Верим Что И весь Народ И царь Запоют Новые Песни Во славу Агнца Это вызвал Целый Переполох Вот Такое Письмо Смелое Вот Какие Планы У Редстка Какой Размах Надо Его Как-то Ограничить Ну и Все Круги Православные Монархические Националистические Забили Тревогу Ну Не только Такая вот Острая критика В Адрес Редстока Посыпалась Были Такие Объективные Объективные Мнения Рассказы О его Служении Писатель Наш Николай Лисков Написал Большой Очерк Орец Таки Это Почти Целая Книга Она В советской Эпохе Не издавалась У нас Была В малых Экземплярах Книга Хранилищ А потом Вот Наше Издательство Петербургской Библии Для всех Издало Ее В составе Вместе С другими Произведениями Лискова Ну Лисков Как вы знаете Любил Юмор Народный Юмор Церковный Юмор И О Рецтеке Он тоже Некоторые Пассажи С таким Юмористическим Подходом Разрабатывает У лорда Рецтека Двенадцать Человек Детей И все Как один Евангелизируют Все Участвуют В Евангелизации Все От мала До велика Охвачены Одним Стремлением Лисков Описывает Там Собрание С его Участием Все Там Детали Подмечают Что Он Мол Аристократ Но Аристократ Не очень-то Похож Но Все равно Его там Слушают И Плоды Есть Хорошие Часто Лисков Показывает Вот как Смотрели На Рецтека Простые Люди Простые Жители Петербурга Глазами Петербургского Обывателя Лисков Дает Такую Картину Что Рецтек Стоит На Невском Проспекте На Перекрестке Самая Шумная Улица Самая Многолюдная Смотрит На него Простой Быватель Петербургский Рассказывает Там Своему Другу Вижу Я Смотрел Вижу Стоит Он Посреди Толпы Топчет Длинный 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 Пальто Как Шинель Солдат Широчан С глубокими Карманами Эти Карманы Были Все Забиты Литературой Трактатами Евангелиями Вот он Выходил На Невский Проспект Языка Еще Не знал Не мог Вступить В контакт Непосредственно Жестами Там Знаками Показывал Доставал Из кармана Литературу Раздавал Кто-то Ругал Его Кто-то Толкал А он Говорит Все равно Стоит На одном Месте Топчется И нет Нет Да и Сунет Кому-нибудь Книжечку Добрый Мужик А почему Его ругают Не знаю Не понимают Почему Его Ругают Да вот Лесков Назвал его Дон Кихотом Проповедничества Дон Кихот Проповедничества Точно Такой Бескорыстный Благородный Благодушный Человек Посвященный Своему Делу О Рецтеке Писал и Достоевский Достоевский Более был Критичен По сравнению С Лесковым По отношению К Рецтеку Как-то он Попал на собрание Где Рецтек Проповедовал И потом записал Свои впечатления Есть дневник Писателя Это целая книга Достоевская Вот там Одна глава Как раз Посвящена О Рецтеку Был я С Долином Вот интересная Тоже оценка Интересных Характеристик С одной стороны Вроде бы и проповедь Его не очень Там Внушительно Значительно Не очень Глубока А души Души преображаются Меняются Аристократ Раньше 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 Они были Такими Членливыми Надменными Гордыми То теперь Они готовы Помогать Бедным Во всех Смыслах Над душами Людей Он Творит Чудеса У Рецтека Христос В кармане Это Отцем Достоевского Слишком Легкое Обращение Со Христом И С Благодатью Ну Это То Что Свойственно Западным Проповедникам И Современным Тоже В том Числе Западный Такой Стиль Слишком Легкое Обращение Со Христом И С Благодатью Западные Проповедники Так Любят Говорить О Христе Только Как О Брате Как О Друге И Редко Говорят О Христе Как О Судье Праведным Справедливым Как О Царе Есть Такой Вот Оттенок Но Оценку Достоевского Достоевского Была Слишком Субъективна Слишком Пристрастна Он Себя Считал Наверное Православным В наибольшей Степени И Все такое Не похоже На православие Слишком уж Встречал Критически Даже Крайне Критически Проповеди Редко Не прошли Бесследно Для Аристократии Они Как раз Были Тем Импульсом Который Вызвал В какую-то Мир Волну Пробуждений Но Обязательно Надо Учитывать Вот Такой Момент Мы Уже Об этом Говорили Нельзя Сводить Все К одной Личности Если Мы Говорим О каком Событии В истории Мы С вами Не зря Просмотрели Два Истока Петербургского Пробуждения Два Русла С одной Стороны Традиции Духовных Исканий Внутренний Струя С другой Стороны Пиетизм Западноевропейский Союзы Союз Евангельский Международный Пробуждение На Западе В западных Страх Все Это В комплексе Оказало Влияние На Россию На Петербургскую Аристократию А Рецтек Был Только Звеном Это Одно Из Звеньев Божьей Работы Такой Многоплановой Всесторонний Вот На этом Мы с вами Должны Обращать Внимание Чтобы Учиться Анализировать Исторические Процессы Не просто Так Подходить Хронологически Здесь Был Рецтек Тут Был Павлов Иванов Приехали Сразу Пошло Пробуждение Это Будет Не совсем Такой Исторический Подход Не совсем Комплекс 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 Продолжение следует... Продолжение следует...